Девушки отдыхают В конце концов я женился на Саре и у нас родилась дочь. Это было хорошее время. Бизнес, впрочем, не заглох. Во время сухого закона у нас была куча зелени, и мы вложили ее в новые проекты. Многие из них были легальными. У нас были обычные конторы. Строительные, транспортные, рестораны. Мы заправляли профсоюзами. И, конечно, оставались азартные игры, букмекеры, лотереи. На самом деле все было очень неплохо. Только пытались держаться подальше от наркоты. Хотя это и не всегда было легко. Да ну, бизнес есть бизнес, так? Вот тут ты не прав. Коза Ностро — это тебе не ирландцы с узкоглазыми. С наркотиками приходят большие деньги и гораздо большие проблемы. Если у кого-то были проблемы с копами из-за наркоты, он обычно поступал мудро, признавался. Попади он в руки своей семьи, ему каюк. Наркотики — табу. Так у вас что еще? Были специальные парни, чтобы судить? Да, вроде того. Ведущие семьи выбирали босса из боссов. Этот человек улаживал большие проблемы и устанавливал правила игры. Значит, преступники и нарушители закона располагались собственным судом. С ума сойти можно. Законы не неизменны. Золотые слова. Каждая страна в мире имеет свои. Просто тот, у кого есть власть, навязывает всем свою волю. От человека зависит, служить ли хозяину слепо или проводить собственную политику. Почему Дон должен был подчиняться? Мафия торжествовала над сухим законом со своими законами. Кучка бедных, необразованных сицилийских эмигрантов была сильнее, чем все законы, суды и полиция здесь, в Штатах. Конечно, это требовало действий. Каких? Убийств? Страданий, которых причиняли людям? Да ладно! Думаешь, мафия просто так убивает невинных людей? Мафия наказывает тех, кто нарушил законы. В том числе и многие ваши законы. Конечно, мы не можем никого оштрафовать, посадить в тюрьму. Каждый, кто приходит работать на нас, знает, что его ожидает, если он нарушит правила. Люди лгут, воруют. И для многих преступников любимое развлечение – спереть что-нибудь у братвы. Точно так же, как для мафиози развлечения – надувать государство. А как насчет вымогательства, грабежей и налетов, а? Эй, ну так и копы не святые. Ни один Дон не похвалит своих бойцов за то, что они обижают простых людей. Кроме того, мы не вмешиваемся в частные дела. А что до вымогательства, то большинство людей сами приходят к Дону за помощью и советом. И с радостью платят за них. Дон – уважаемый человек. Но не каждый Дон такой, как Сальери. Что да, то да. Ну вот, видишь, ваша система работает. Но знаешь почему? Потому что вы – банда эгоистичных убийц. И заботитесь только о собственной выгоде. Вы живете, чтобы радоваться жизни, как свинья в дерьме. Вот почему вы удачливы. Потому что думаете только о себе. А мы думаем обо всех. Копы должны поддерживать закон и порядок для всех. А это куда как тяжелее. Это правда. Но Дона можешь исключить из списка своих подзащитных. Он сам о себе позаботится. А как насчет тебя? Ты-то ради чего здесь сидишь? А, Томми, я рад, что ты здесь. Боялся, что не застану тебя. Здрасте, босс. Что случилось? Есть кое-что, чего я ждал всю неделю. Я собирался поехать на ланч в ресторан Пеппе. Но мой личный телохранитель заболел. Здесь никто не может меня отвезти. А я предпочитаю не делать таких вещей в одиночку. Ты подвезешь меня, правда? Конечно, босс. Право. Тогда поехал. Я уже здорово проголодался. У тебя есть ствол, Томми? Ага, с собой. Думаете, понадобится? Ну, скорее всего, нет. Но лучше перестраховаться. Знаешь ведь, как бывает. Возьмем мою машину. Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон. И я продолжаю проходить игру «Мафия». The City of Lost Heaven. Сегодняшняя миссия называется «Bon Appetit». Томми, мне действительно не втерпешь попасть туда. Пепе коренной сицилийцы. К нам уже отличный повар. Когда мне хочется поесть, как дома, я иду только к нему. Подожди, пока попробуешь его сыры. Ну, виджи, неплохой повар. Но Пепе настоящий мастер. Маэстро. Ну, уже интересно. Кстати, ребят, приятного аппетита всем тем, кто сейчас обедает, завтракает, ужинает, перекусывает. Принимает пищу, короче говоря. Сегодня у нас такая достаточно быстрая, хорошая машина. Это «Лоситер». Одна из определенных моделей «Лоситера». Такая «Родстер». Очень быстрая, в меру большая, красивая. Но лучше врубить ограничитель скорости. Менты сразу же, сразу же зажмут. Сегодня мы везем нашего босса на обед. В итальянский ресторан. И, естественно, я с оружием. Ну, на всякий случай. Мало ли. Водитель заболел у нашего босса. Поэтому сегодня мы в роли водителя и охранника. Поворот. Опять-таки, герои молчат. Просто молчат. Ничего не говорят. Вот что делать, допустим, в поездках, да? Если радио под авторскими правами. И тем более, вот вообще, по-моему, нету. На дорогах и в городе ничего интересного не происходит. Герои молчат. Вот чем заниматься игроку. Вот в том-то и беда. Ну, да ладно. Почти приехали. Благо, ехать недалеко. Миссия, на самом деле, очень крутая. Это. Бон аппетит. Как и следующее. Следующее называется «С днем рождения». Вообще, вот эти миссии такие очень крутые. Красивые, при этом недолгие. Такая хорошая разрядка перед тем, что нас ждет дальше. А дальше нас ждет ад. Потому что миссии будут долгими, сложными. Врагов будет дохера просто. Там следующие миссии везет Жигаду. Перевыборы. Это будет довольно долго. И объемно. Почти приехали, тем временем. Вот он, этот ресторанчик. Бон аппетит. Наконец-то я бы сейчас лошадь съел. Здравствуйте, Дон Сальери. Добро пожаловать. Пеппе, ты себе не представляешь, как я соскучился по твоим фирменным блюдам. Еда потрясающая, Пеппе. Так хорошо, я уже давно не обедал. Мольте грации, Дон. Похвала такого гурмана, как вы, всегда приятны. Да ладно тебе, какой из меня гурман. Если бы ты знал, что я ел вчера на обед, ты бы точно так не сказал. Может быть, что-нибудь еще, Дон? У меня есть превосходное кьяньте. Правда? Тогда неси его сюда, Пеппе. Сию минуту, сэр. Тебе понравилось, Томми? Босс, это было великолепно. Надо будет как-нибудь привезти сюда Сару. О да, непременно, Томми. Только берегись, как бы Сара не обиделась из-за того, что готовит хуже Пеппе. Какого черта здесь происходит? Они испортили мне ланч. Морелло должен мне больше делать ничего. Могли бы, по крайней мере, дать мне пригубить вина мелочь. Не с этим. Брось ему подарочек, Джо. Может, мы выкурим его оттуда? На вас так интересно работать, босс? Что ты сказал? У меня в ушах звенит от взрыва. Таблос. Похоже, этот путь для нас закрыт. Попробуй обойти их со спины. Пока я тут буду развлекать их. Таблос, будьте осторожны. Так, аккуратно. Обходим всю эту шалупонь. По флангам. Через заднюю веру тут у нас Сабаня сидит. И парень с Томмиганом. Спасибо тебе, друг, за оружие. Оно мне сейчас очень-очень сильно поможет. Ушлепки. Я здесь. Аккуратненько перезаряжаемся. Так, ну и? Вот про ушлепка, которая здесь сидит, я в курсе. Я в курсе. Про эту сволочь. Про него главное не забывать. Никогда. Вообще никогда. Ну давайте поищем последнего. А кто со мной разговаривает? Вот кто со мной разговаривает. Но и это еще не все. Должен сказать, ты не пальцем деланный, Томми. Ты спас мою задницу. Да вы и сами неплохо выступили, босс. Господи, ну и дурдом. Плава богу, Пеппе успел спрятаться. Бедный парень. Надо будет послать ему денег на ремонт. Обязательно. Босс, хотел бы я знать, как они догадались, где мы. Думаете, за нами следили? Я так не думаю, Томми. Кажется, я понял, кто сдал меня. Кто? Карло. Мой телохранитель. Этот чертов сукин сын. Только он знал, куда я собираюсь. Кроме того, он сегодня отпросился с работы. Слишком хорошо знал, чем это пахнет. Очень похоже на правду. А, я так думаю. Да я его порву, как тряпку. Карло снимает квартиру в маленькой Италии. Неподалеку от нашего бара. Там еще внизу пиццерии. Поехали. Сегодня у меня такое ощущение, что по всем злачным местам мы проедем. Город, то в пиццерию, то в какой-то ресторан. Короче, подбираем патроны на Томми Ган. И загружаемся в машину. И едем, значит, в маленькую Италию, по факту. Туда, где снимает квартиру Карло. Телохранитель Сальери. Собственно, который и должен был его сегодня везти. Но неожиданно заболел. В принципе, это логичное умозаключение. Это действительно он мог нас сдать. И... Короче, зададим ему пару вопросов. Давайте, ребята, резче. Все. Поехали, поехали, поехали. Едем домой на базу. Особо, конечно, быковать не стоит. Лучше включить ограничитель скорости. И продолжает наше движение. Машина, конечно, крутая. Но большая. Вы видели, как я сейчас разворачивался. Я, наверное, в пять или в шесть движений развернулся на такой улочке. Но, признаюсь, машина, конечно, мощная, быстрая. И... Прям такая... Респектабельная. Плюс она, я уверен, хорошо таранит другие машины. Если у нас будет погоня, допустим, то можно будет, в принципе, таранить наших противников. И... Не бояться о том, что можем повредить нашу машину. Поехали, поехали, поехали. Сегодня проедем по мосту. Не от Джулиана, а по вот... Тому, который ведет с центрального острова вот отсюда. С этого переезда. Ну, я думаю, вы поняли, про какую идет речь. Там будет ближе. Банально. Погодка на улице стоит хорошая. Тихо. Солнышко светит. Единственное, что обидно... Развалили мой ресторан. Пеппе. Но... Денег на ремонт пошлем. А денег у нас много. Поэтому... Все должно быть по итогу хорошо. Почти что приехали. Аккуратненько. Разворот-поворот. И все. Было бы логичнее, мне кажется, открыть Пеппе. Свой ресторан именно в... Маленькой Италии. Чем ехать? Хрен пойми куда и открывать там. Ну, видимо, в этом есть какая-то логика. Я уверен. У меня пушка. Есть, между прочим. Бойся меня. Ну, типичная такая... Околокоммунальная квартира. Мы пришли за тобой. Давай, Том. Выбей дверь, ворвись туда и уйдем. Ублю-то. Он прям в трусах обрывается. Пощадите меня. Он спустился по лестнице, Томми. Он убегает. Хватай его. Да не убежит никуда. У меня же есть Томми Ган. Где ты, падла? Вот он это где, оказывается, была. Все это время. Здесь стреляют. Замолчите ледя, иначе будете следующий. Убей, негодяя Том. Он готов. Знаете что, босс? Что? В первый раз в жизни я грохнул человека без штанов. Ничего страшного. Я тоже в первый. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Смотрите, как кто к нам пришел. Как жизнь, Серджио. Чтим уголовный кодекс. Вижу у тебя новая боксерская груша. Но этот джентльмен считает, что с кассой профсоюза не все в порядке. Хочет устроить забастовку. Я всегда говорил, что забастовка – это плохо. Очень плохо. Если, конечно, ее не организует мой дорогой брат. Ради высших интересов. Тебе эта сранка не зайдет? Ребята тебе покажут. Я думаю, ты переоцениваешь их мужество. Ты насекомая. К сожалению, я пришел сюда не ради этой дискуссии. Сейчас будет урок о некоторых основных положениях о профсоюзах, принятых в стране нашей свободы. Продолжайте, парни. Чему обязан твоим посещением, брат? Сальери жив. Что? Как он мог выжить? Боюсь, на этот вопрос он не станет нам отвечать. Уплютки, гореть вам воду. А больше нет никого, кто мог бы рассказать, что случилось. Наши парни мертвы. И эта крыса Карла тоже мертв. Не соблаговолишь заткнуться? Мы тут пытаемся разговаривать. Иди к черту! Так с мистером Морелло не разговаривают. Боже, он должен был быть там один. Не мог же этот старикан убить так много наших ребят. Он мой ровесник, так что я не был бы так уверен. Но он, возможно, был там не один. Думаю, теперь они планируют от нас избавиться. Что же нам делать? Я постараюсь что-нибудь придумать. Будь осторожен. Теперь у нас на хвосте будут его лучшие бойцы. Так у нас теперь война? Да мы уже давно воюем. Но сейчас более чем когда-либо. Береги себя как следует. Босс, похоже, с него уже хватит. Что нам с ним дальше делать? Ну, не знаю. Добейте его и утопите в океане. Томми, это покушение означает, что Морелло открыто объявил нам войну. Придется с ним разобраться. Если бы у Морелло не было дружков среди политиканов и других важных городских шишек, наши силы были бы почти равными. Ликвидируем этих людей. Наш противник будет здорово ослаблен. Именно это мы и должны сделать. Уничтожить его союзников. Правильно. И как мы все знаем, открытой войны следует избегать. Уберите генералов, тогда солдаты сдадутся без боя. В общем, мы так и поступим. Перебьем их по одному. Что конкретно имеется в виду? Первый на очереди городской советник, который причинил нам так много хлопот. Морелло привел его в политику и приобрел в его лице сильную поддержку. Пора отправить его вслед за сынком. Сегодня же. Советник отмечает свой день рождения и решил устроить глобальную попойку. Пьянка состоится на пароходе, ожидается фейерверк и прочее. Потом он скажет речь перед прессой. Там будет масса людей, которые и думать забудут катить бочки на нас, когда увидят, что с ним стало. Звучит довольно рискованно. Но ох, как стоит риска. Винченцо знает подробности. Ну, как я и сказал, это на пароходе. Попасть внутрь без приглашения будет непросто, но я знаю, ты сможешь, Том. Самое главное, постарайся не привлекать внимания, пока не достигнешь цели. Конечно, оружие через охрану ты не пронесешь, но это я уже уладил. Как только попадешь на борт, надо будет зайти в один сортир. Там будет спрятан маленький револьвер. После этого подождешь немного снаружи. Советник, скорее всего, будет торчать в своей каюте, но он выползет, чтобы открыть торжество и сказать речь. Это твой звездный час. Во время речи его и шлепнешь, Том. Акция должна быть публичной, а эта речь подходит как нельзя лучше. Там будет большая толпа, с которой ты можешь смешаться, когда выполнишь свою роль. И что потом? Хотелось бы вернуться на берег целиком. Потом начнется сумасшедший дом. На пароходе будут охранники, и ты должен суметь проскользнуть мимо них в неразберихе. Если не сможешь, беги на нос, а Поли подберет тебя на лодке и доставит назад в лучшем виде. Так что, Томми? Вообще не пикник, но ты должен справиться. Ладно, я берусь за это. Пароход стоит на якоре на набережной центрального острова. Тебе лучше поторапливаться, а то не успеешь. Следи за временем. Бона фортуна, Том. Да, а сегодня удаче не помешает. Да, задание и очень интересное, по своей сути. И какая же интересная тачка у Дона Сальери. О-о-о, Ральф. Сколько что ты тут выжрал. Обалдеть. Мы не знаем, как пойдут дела. Привет, Томми. Это не проблема. У меня есть вот эта малышка. В последнее время они очень популярны. Вдобавок они очень прочные. Смотри, как легко ее украсть. Отлично, Ральф. Да, вот эта мне подходит. Крусейдер Хромиум Стрик. Ничего себе. Хромированный... Крестоносец, что ли? Здорово, здорово, здорово. Ну, поехали. Блин, машина крутая, конечно. С днем рождения. Едем в порт, друзья мои. На пристань, вернее, оттуда как раз-таки будет стартовать пароход, на котором происходит торжество. И проблема в том, что у нас, в принципе-то, все есть. Револьвер спрятан. Вообще никаких проблем быть не должно. Тачка есть. Развернуться бы только в нужном направлении. И, в принципе, все. Но беда в том, что приглашения этого у нас нету. Как проникнуть на борт, вот в чем беда. Но это проблема решаемая. Машинка хорошая, вот эта вот, Крусейдер Хромиум. Но медленно разгоняется. Очень медленно. Большая она сильно. Идем на обгон. И поворот. Все. Еще чуть-чуть, и мы в точке назначения. Миссия, конечно, очень интересная, но быстрая достаточно. Довольно-таки. И этим хорошо. Этим она хороша, действительно. Потому что долгие миссии они выматывают, если честно. Вот следующая миссия везет Жигаду. Она будет очень длинная. Ну, по меркам игры это прям вообще. Вообще. Очень-очень длинная. Хотя, блин, номер нашей машины не располагает к удаче. Прямо скажем. Поэтому. Такое себе. Полагаться стоит только на себя. Естественно, приглашухи у нас нету. Зато у нас есть форма. Так, тут у нас пустая раздевалка. А вот если мы пойдем вот сюда. Тут у нас есть готовые комплекты. В стиле агента 47-го переодеваемся. О, все, готово. Ну, наверное, костюм у Томми дорогой. Выкидывать его было бы некрасиво. Но нам нужно проникнуть на борт. Ладно, парень, я развлекался. В стиле агента 47-го переодеваемся. Найдите оружие, которое Винчинца спрятал в туалете. Ну, давайте сделаем это. Но для начала... Мне нужен ключ. Некоторые из этих дам очень скучают. Им нужен настоящий мужчина. Такой чудный вечер, что совсем не хочется работать. Угу. Берем ведро. Закрываем все это дело. Вот, собственно, этот чел нам и нужен. Поднимаемся, проходим. Угу. Видел, видел, видел. А вот и клозет. Ключ. Угу. Ключ у спасателя. Вот там тот самый спасатель нам и нужен. Мужик. Дай ключ. Эй, ты знаешь, где ключи от этого драного сортира? Не приставай ко мне, я очень занят. Эй, мне очень нужны эти ключи. Я там кое-что забыл. Ладно, я могу дать их тебе, но за это ты должен обещать, что приберешь там и принесешь ключи обратно. Я буду ждать тебя на корме. Брать? Конечно, я обещаю. Ладно, тогда бери, но потом обязательно верни. Угу. Хорошо. Какие эффектные дамы. Да, действительно эффектные дамы. Как заметил сам этот самый спасатель. Вот он. Фальтийский кольт. Моем. Water Closet. Такое ощущение, что оттуда какой-то дерьмодемон вылез. Потому что задристали там все. Ну, теперь чистота, порядок. Закрываем и... Идем к спасателю. Отдаем ему ключ. Иначе он нам мозги вынесет. Так, он куда-то утопал. Наслаждайтесь уже. Дорогуша, это фантастика. Угу. Вот, кстати, каюта... Советника. Этот хитрый черт именно здесь и сидит. Так. Тут уже оркестр. Приготовился. Молодцы. Вот он. Черт. Куда ты пошел? Теперь ты видишь, как все просто. Можешь открыть фирму и заняться уборкой помещений. Ага. Использовать тебя вместо тряпки. Во, правильно-правильно. Так, ну чего. Выкидываем ведро. И можем пока подождать в ресторане. Все в порядке? Абсолютно. Как здесь хорошо. Угу. О, там стаканчик. А можно его? Да? Не знал. Сколько проходил, не знал, что этот стакан можно отхлебнуть. Что-то для нас, наверное, для нас и приготовили такую штуку. Немножко расслабимся. Попьем из бесконечного стакана. Привет, Джон. Надеюсь, ты не скучаешь? Добрый вечер. Да, здесь чудеса. Как поживаете? Надеюсь, вам нравится? Спасибо. Мы тоже рады. Эй, я рад, что вы выбрались. Благодарю вас. Да, с тобой самая. Угу. Наш звездный час настал. И очень эффектно и красиво можно его убить вот с этого трапа. Хорошо. Оружие скидываем. И убегаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»